Доброе утро! Сегодня мы поговорим о дополнительном источнике света и разберемся, как правильно выбрать торшеры для интерьера в доме. Хорошо, когда в доме много света, в том числе и искусственного. Но если нам захочется отдохнуть после трудового дня, почитать, лучше всего подойдут уютные светильники. Это и настольные лампы и, конечно же, торшеры. Сейчас торшер в квартире нечастый гость. И напрасно, ведь в отличие от люстр и бра, его можно переставлять в любой уголок комнаты без монтировки и других неудобств. Главное, чтобы рядом была розетка. Традиционный торшер. Он состоит из опоры и абажура. Но современные модели могут удивлять оригинальными дизайнами. Высота напольных светильников от 1,5 до 2,5 метров. Причем, высокие торшеры уместны в просторных помещениях, а для небольших комнат нужны варианты поменьше. При выборе главное определиться с назначением торшера. Он может быть фоновым или для чтения книг. Фоновый обычно маломощный, с абажуром, направленный вверх. Также этот прием уместен для комнат с невысокими потолками, поскольку такой поток света визуально их приподнимет. А для работы и чтения выбирайте более мощную модель с опущенным вниз абажуром. Также можно выбрать торшер с регулируемой высотой и углом наклона. Его использование принесет вам максимальную пользу.